Всем привет! Сегодня очередные матчи к отбору в чемпионату мира. Да, сегодня играет сборная России, сборная Хорватии. Мы будем стримить, мы будем тянуть сборную России. Начало стрима в 16.40, так что приходите. Но сегодня вечером будет еще матч. Это матч сборных Испании и Швеции. Очень интересная ситуация в группе, да. Вот, сама группа, испанцы идут на первом месте, шведы отстают. Но эта ситуация сложилась не сразу, а благодаря тому, что Швеция проиграла 0-2 в Грузии. Вот, если бы Швеция выиграла в Грузии, то на самом деле на первом месте были бы шведы. Но они проиграли. А почему они проиграли? Очень точно по этому поводу высказался Андронов. Вот, послушайте. Сейчас ты заговорил про сборную Швеции. Сейчас будет последняя передача. А что у тебя сошли? Понимаешь, эти мудаки. Вот реально, у меня других слов нет. Вот, понимаешь, вот жила команда прекрасно. Нет, надо взять и пригласить этого старого пердуна, который все разломал. Все отношения внутри команды. Никто не слушает тренера. Все только смотрят на него с открытым ртом. Потому что пришел гений. Практически Владимир Ильич Ленин. Их похабить, как говорится. Это всегда так. Это так же, как и Месси пригласили в ПСЖ. И ПСЖ с Месси не играет. То же самое. Вот сейчас, в принципе, шведы должны были быть на первом месте, а испанцы на втором. Оказалось, все наоборот. Испанцы на первом месте, а шведы на втором. Матч в Испании играется. Между Испанией и Швецией. И испанцам достаточно ничьи. Вот. Вот такая история. Ну что можно сказать о командах? Ну я смотрел последний матч Испании против Греции. Где испанцы выиграли 1-0. Но там счет должен быть больше, честно сказать. Потому что испанцам было очень много моментов. Грекам они ничего не дали создать. Просто забрали у них мяч, катали мяч. Время от времени выдавали какие-то там разрезающие пасы. И выводили своих игроков 1-1. То есть моменты у испанцев были. Мог там быть счет и 0-3. Но у греков момент вообще не было. Вот. Причем мы играли в Греции. Вот. Пошли по матчу Швеция-Грузия. Да что сказать. В принципе матч там был равный. Просто грузины свои моменты реализовали. Каха реализовал свой момент. Вот. Хварсхеля дубль сделал. И все. И шведы сгорели. Так что это вот такая история. Что в этом матче в принципе решается. Что командам надо. Короче говоря. Если испанцы играют ничью или выиграют. То испанцы выходят с первого места напрямую. Если испанцы проиграют. Они выходят со второго места. Да. Ну все. Все понятно. Короче. Шведам надо выигрывать. Но я сомневаюсь что шведы в этом матче выигрывают. На мой взгляд испанцы посильнее. И по игрокам. И по игре. Испанцы должны выиграть в этом матче. Возможно в 2-3 мяча. На мой взгляд. Вот. Но. Прогноз у меня на этот матч будет совершенно другим. Мой прогноз на этот матч. Это количество фолов больше 22,5. За кофе сент 1,75. Почему такой прогноз? Ну мне кажется там будет матч от ножа. То есть в этом матче решается все. Это последний матч этих сборных. В этом матче решается все. И я думаю шведы постараются прессинговать. Испанцев. Чтоб не было такого тягомотина. Да. И шведы тоже постараются навязать борьбу. И какой-то свой гол выговорить в этом противостоянии. Поэтому я думаю все-таки будет мандраж. Все-таки будет. Ну команд. Команды будут заведены эмоционально. В том числе. Да. И я думаю фолов там будет много. Вообще изучаясь там обеих команд. И Испании, и Швеции. Очень много фолов. Во всем матче вот Испания-Греция. Который был в Греции. Да. Греция-Испания. Там было 23 фолов. То есть уже больше 22,5. Да. Хотя там испанцы перехватили мяч. И поводили ему. Какие там фолы. Но все равно фолов было много. Вот. А вот противостояние этих двух команд. Где в принципе решается все для них. Да. Я думаю там фолов будет много. И 22,5 фола больше. Мне кажется нормальный прогнозик. Нормальный прогнозик. Вот. Так что. Вот так у меня прогноз на этот матч. Ну а в целом я думаю. Испанцы выиграют матч. Выиграют матч. Посильнее они. Посильнее они шведов. И Ибра ничего не сделает. Вот. Вот такие у меня раздумья на этот матч. Так что. Мой прогноз на этот матч. Количество фолов больше 22,5. За коэффициент 1,75. Мы этот матч будем стримить. 22,45. Это будет второй стрим на сегодня. Первый стрим у нас в 16,40. Это на матч Хорватия-России. Бум Россия тянуть. Так что парни приходите. В 16,40. Начинаем стрим. Будем тянуть. Да. В 18 плюс там будет короче. Вот. Ну а потом будет небольшой перерывчик. После матча Россия-Хорватия. И уже 22,45. Начнем второй стрим на матч. Испания-Швеция. Этот матч кстати по Матч ТВ показывает. Поэтому и будем стримить. Вот такие у меня раздумья на матч. Матч Испания-Швеция. Так что ждем матчей. Ждем. Сегодня много матчей. Сегодня много эмоций у нас будет. И в общем-то у меня уже эмоции. У меня уже эмоции. В преддверии этого матча. Самого главного матча. Для меня главный матч это Хорватия-Россия. Ну а потом уже испанцев будем смотреть. Всем пока.